Россия и весь мир скорбит по погибшим в метро Санкт-Петербурга. Соболезнования выражают лидеры многих стран. Потрясены случившимся в ОБСЕ парламентской ассамблее Совета Европы в Совбезион взрыв осудили и призвали найти организаторов. В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур. Жители и гости города несут цветы к станции Синая площадь, зажигают свечи. Выражают слова сочувствия и поддержки людей в других странах. Белорусы несут цветы к посольству Российской Федерации в Минске. В память о погибших горят свечи и лежат венки. В знак скорби у здания депредставительства приспущен государственный флаг России. Шок и горечь. Горечь от того, что невозможно оправдать никакими словами, наверное, такие действия. А шок от того, что я сама буквально в субботу прилетела с Питера. Я ездила на метро, ходила по этим улицам этого города. Да люди улыбали, солнце было, весна была, дети смеялись. А теперь я просто представляю, что царит сейчас, как люди испуганные и какие чувства они переживают. И я очень хочу, чтобы такого больше не происходило. По последним данным взрыв в метро унес 11 жизней. 51 человек, по информации МЧС, в больницах. Белорус, который получил ранение в результате теракта, уже сделали операцию. Угрозы жизни нет. Он в состоянии средней тяжести. СМИ сообщают о том, что взрыв в вагоне петербургского метро, вероятнее всего, совершил террорист-смертник. Он оставил бомбу на платформе Площадь Восстания, а потом подорвал себя в вагоне. Устройство было зафиксировано у него на теле, находилось в рюкзаке, либо он держал бомбу в руках. Второе устройство удалось обезвредить до того, как оно сработало. Правда, некоторые источники не исключают наличие сообщника. Обеспечение безопасности в Санкт-Петербурге после взрыва взято под усиленный контроль. Сегодня утром из-за бесхозного предмета закрывались две станции метро. Повышенное внимание к местам скопления людей в аэропорту Пулково усилены меры безопасности. Продолжение следует...